На инвестиционном Сабантуе за Уралье 2023 представили несколько важных для развития республики проектов. В частности, строительство новой железнодорожной ветки, круглогодичного детского лагеря, запуск новых швейных фабрик. На площадке собрались представители муниципалитетов республики, а также гости из дружественных стран. Подробности в материале Максима Окунева. Улучшение качества инвестиционной политики и реализация механизмов поддержки. Все это стало лить мотивом всероссийского инвестиционного Сабантуя за Уралье в городе Сибае. Вопреки препятствиям, которые создают западные страны, события по-прежнему привлекают иностранных инвесторов, готовых вкладываться в перспективные отрасли. Думаю, Россия сейчас очень нужна фарматический продукт, еще нужна одежда, обувь. Из России мы можем импортировать золото. В Сибае есть очень много золота, я как-то слышал. Еще можно сода из Башкортистана, очень известная компания здесь тоже есть. Первый день Сабантуя знаменовался подписанием дорожной карты по строительству детского оздоровительного комплекса «Шифа» в черте Сибае. Объем инвестиций в проект почти 3,5 миллиарда рублей, около 800 миллионов. Это расходы, которые берет на себя республика. На строительной площадке представили проект нового комплекса. Общая площадь помещений, куда войдут жилые образовательные здания, спортивные залы, столовые и так далее, составит более 21 тысячи квадратных метров. Премьер-министр правительства Башкортистана Андрей Назаров предложил подумать над тем, как доработать концепцию проекта и создать дополнительные функциональные зоны. Проект реализуется совместно с компанией «Системные концессии», которая берет на себя большую часть расходов по строительству объекта. Также на площадке договорились создать еще один оздоровительный комплекс уже для взрослых рядом с лагерем «Шифа». Премьер-министр поставил задачу разработать план строительства в течение полутора месяцев. Была договоренность, что это будет детский реабилитационный центр. Сейчас эта идея трансформируется. Я считаю, что это абсолютно правильно. То есть это более востребованная будет история с точки зрения комплексного отдыха детей и взрослых. Мы пока еще не знаем до конца, как это будет выглядеть, в каких техниках, экономических показателях это будет. Но уверены, что это будет успешным проектом. Также Андрей Назаров провел ряд встреч, одной из которых связана с перспективами строительства большой железнодорожной ветки «Сибай-Подольск-Новорудная», в которую должны вложить 116 миллиардов рублей. Еще один проект – это реконструкция сибайского аэропорта для использования беспилотной авиации. У нас в данный момент мы активно развиваем все истории, связанные с беспилотием. Основная наша задача является поддержкой наших резидентов, которые уже прошли научно-технические советы, доказали релевантность своих проектов поставленной задачи. Также в нескольких районах республики будет открыто два цеха по пошиву специальной одежды для работников нефтегазовой промышленности. Предполагается, что в рамках этого проекта будет открыто 100 новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций около 100 миллионов рублей. Срок реализации данного инвестиций проекта от трех до пяти лет. Мы хотим создать около 100 рабочих мест и дополнительный объем производимой продукции около 30 тысяч штук. Также премьер-министр Андрей Назаров принял участие в бизнес-завтраке Башкирского отделения Ассамблеи народов Евразии. Участники встречи, в том числе из Италии и стран Африки, высказали убежденность в отсутствии перспектив западных санкций и углубления работы с российским бизнесом. Буквально в эти минуты проходит пленарное заседание инвестиционного Сабантуя с участием главы региона Радио Хабирова. Предполагается презентация новой инвестиционной стратегии развития республики, а именно либерализации экономического законодательства для упрощения ведения бизнеса в нашей республике. Максим Окунев, Андрей Аксаев, Георгий Даровский, РБК Уфа, город Сибай.